Идея была в том, что мы наше сечение пишем как... Сейчас я буду говорить о полном сечении. Мы его пишем как некий интеграл. Я напишу только главный вклад. Ну, это разложение, мы говорили, да? R. Тут некая... Си по модулю в квадрате, скажем, от R. А тут матричный элемент от... Обычно это будет что-то типа там R пополам, минус R пополам. Безус N протон в модулю в квадрате. Вот. Сточностью до коэффициента, который мы можем включить в определение Пси. Что я написал? Значит, я рассматриваю процесс. Фотон, протон, полное сечение. Это все равно, что это амплитудный угол 0, да? Вот. То есть это у меня протон, это фотон. Вот. Фотон рождает кварк-антикварковую пару. Кварк-антикварковая пара проходит сквозь поле ударной волны, создаваемой протоном. То есть вот здесь у нас в виксинской линии U в кварке, вот здесь U в крест в антикварке. Ну, я ее поставил на минус R, минус R пополам, плюс R пополам. Считаю, что вот это расстояние R. Вот это импакт-фактор. R – это размер диполя. И вот это маточный элемент по состоянию протона от нашего дипольного оператора. Я похожую формулу писал, только вот это вот импакт-фактор. Я его не конкретизировал. Вот тогда, я не знаю, в следующий раз мы его конкретно напишем, посчитаем. Собственно, считать здесь особо нечего. Это два пропагатора поле ударной волны. Пропагаторы мы писали, надо их просто написать и упростить. Вот. Это, скажем, для протона. Вот, для фотона, если у меня нижняя часть, значит, еще раз. Это общий вид сечения. Это считается как пропагаторы. Вот этот матричный элемент, он зависит от быстроты. Вот у протона есть какая-то быстрота, у фотона есть какая-то быстрота. Значит, что мы делаем? Мы говорим, что вот на быстроте протона у нас есть некое начальное условие для вот этого маточного элемента, определяемое протоном. Оно есть. Потом мы знаем о уровне неволюции на этот след. Мы его эволюционируем от этой быстроты до этой быстроты. Вот. С тем начальным условием. И потом сворачиваем то, что здесь получилось. Вот с эмпо-фактором получаем сечение. Хорошо. Это для протона. Для протона мы, вообще говоря, знаем, ну, вернее, мы не знаем, мы не можем посчитать пертурбативно вот это начальное условие. Так? Оно нам вот дано из эксперимента, подгоняется. Или из модели. Вот. Теперь, если у нас картинка вот такая, фотон, фотон, значит, и вот тут вот тоже фотон. Вот. Значит, ну, тут какие-то, значит, тут ударные волны. То наше сечение мы можем изменить формулу. То есть мы можем вот этот маточный элемент явно сосчитать. Об этом я тоже говорил. Сечение получится интеграл там DR1. Сельдь R1. Импакт-фактор, значит, вот этого. Пакт-фактор вот этого, соответственно, помножить на маточный элемент от двух операторов. Трейс, соответственно, U1, ну, U2 крест, минус n. Трейс U1, U2 крест, минус n. Вот. То есть, вот этот маточный элемент в обкладках протона я также написал через след. Вот это, вильсинские линии, полеударные волны, создающиеся верхней частицей. Вот. Которая здесь фиксировала через него, значит, у меня проходят эти два квартала. И здесь наоборот. Вот. Вот. Теперь. Эти вещи я знаю. Вот этот маточный элемент. Это при быстроте это один, защитно это при быстроте это два. Вот. Быстроты разные. И, соответственно, вот этот маточный элемент будет содержать всю зависимость от энергии. Вот. Будет содержать всю зависимость от энергии. То есть, если мы его начинаем считать по теории возмущений, то мы получаем ряд по αs логарифм s. Этот ряд нужно весь суммировать. Для каждого из них, в принципе, мы знаем уравнение эволюции. Вот. И поэтому мы можем действовать разными способами. Если мы будем предполагать, скажем, что эволюция линейная, то тогда мы берем, например, вот этот, да? Так же, как вот в этой формуле. Эволюционируем его, скажем, от этой быстроты до этой. Отэволюционировали. Вся зависимость от энергии в решении уравнения эволюции. Вот. И когда их быстроты начнут совпадать у решения, мы просто считаем этот маточный элемент. Получаем некий ряд уже просто по αs без логарифма s, которым мы там первый член берем. Это наше начальное условие для эволюции. Вот. Можем, так сказать, их вместе в центр по быстроте отэволюционировать. Можем сюда, можем сюда, как хотим, если уравнение линейное. Вот. Но рано или поздно мы должны будем сочетать начальные условия для эволюции. То есть вот этот матричный элемент в состоянии, когда у них быстроты одинаковые, примерно. Вот. Вот этим я и хочу сегодня заняться. Вот давайте считаем этот маточный элемент. Это будет начальное условие для нашей эволюции. Здесь начальное условие. Это модель. Про модели я расскажу. Их там всего несколько. Вот. А здесь условие применимости нашего эволюции к энергетическому операторному расположению. Рейджевская? Ну, s много больше. То есть это просто рейджевские. Да. Вот. То есть здесь это модели. Про модели я расскажу. А здесь, когда у нас фотоны, скажем, да, это нам нужен вот такой маточный элемент. Он считается. Вот давайте его посчитаем. Значит, n-ы я выкину, потому что они меня просто вычитают члены без взаимодействия. Значит, например, если я вот этот n, ну, возьму член пропорциональный n, да, это у меня будет просто эволюция вот одного из следов. Это будут какие-то вот такие вот, значит, диаграммы, которые не имеют отношения к эволюции, они только один из них затрагивают. В смысле не к эволюции, а к взаимодействию. Поэтому они мне не интересны. Вот. А мне нужен вклад, отвечающий за взаимодействие. То есть это вот след на след. Соответственно, вот такой маточный элемент. Я их буду вычитать. Ты точно их узнаешь? Ты посчитаешь, как их узнаешь? Когда я посчитаю, в принципе, я их узнаю, да. Вот. Ну, то есть информацию о взаимодействии как таковом, ну, несет вот след на след. А это, это та информация, которая будет там, ну, единица, грубо говоря, которую нужно всегда вычесть. Вот. Значит, у1, у2 крест, а на трейс, у1, у2 крест. Вот мне нужно посчитать такой маточный элемент. Где? У это поэкспонента dz плюс, v минус, z плюс, z, uz, z вектор, соответственно, v, это проэкспонента, dz минус, v плюс, z минус, z вектор. То есть первая частица, она летит по оси, значит, x плюс, вот в Вельсинской линии по оси x плюс. Вторая частица по оси минус, она летит ей навстречу. Вот. Поэтому тут вот z минус. Причем, вот эти операторы калибровочные вариантные, да, оба, это следы. Поэтому калибровку я могу для этого b выбрать любую. Так. Вот. Я выберу феймановскую, просто обычную стандартную феймановскую калибровку. И буду вот это считать. Значит, вот что это за след? Это вот такой контур. Значит, что за бесконечность, скажем, вот первый. Вы стратеги уже положили одинаковые быстроты, да? Их быстроты одинаковые, да, я считаю. Это уже начальное условие? Это начальное условие, я считаю. Потому что, если я начну это вот считать, я начальное условие считаю в главном приближении, просто первый бор. Если я начну дальше считать, я просто начну воспроизводить уровни неволюции. Ну, там, итерациями по альфа-эс. Вот. Хорошо. Быстрота здесь входит на самом деле через тета-функцию. Вот это, я ее не написал, поскольку я их разности уже буду пренебрегать. То есть, мы говорили, что вот бета, это, да, от x какого-нибудь, это интеграл dp, тета от p+, больше, чем какой-нибудь наш p+, талонный на e в степени это. Вот так. Так, только меньше, да, меньше. Вот. То есть, это, это, бета, это. Если я делаю, соответственно, я его подставляю сюда, у меня вот тут возникает зависимость от этого. Вот. Соответственно, здесь, если я буду делать то же самое, у меня будет ограничение не на p+, а на p-, потому что он по другой оси летит. Вот. Хорошо. Вот, если я посмотрю на вот этот след, вот это плюс бесконечность по оси z+, плюс, это вот минус бесконечность по оси плюс. Вот это, скажем, z1 перпендикулярная, это z2 перпендикулярная. И вот он так летит туда-сюда. И это след. Так. Вот. И у меня внизу второй такой же. Второй такой же. z3, z4. z3, z4. Вот. Тут, соответственно, плюс бесконечность минус. Минус бесконечность минус. Вот. Ну, что мне делать? Я беру, раскладываю, значит, мои экспоненты. Какие у меня будут вклады? Во-первых, у меня будет вклад, когда у меня, скажем, ну вот я, во-первых, если я беру, до первого члена раскладываю какую-нибудь, обе даже экспоненты, у меня вклад такой равен нулю. Почему? Потому что это следы. Вот. И если у меня есть только там один глюон, который остается в разложении, во-первых, след Та равен нулю, во-вторых, мне его там не с чем спарить. Даже если я его спарю вот так, след Та равен нулю, след Та равен нулю. Все. То есть одноглюонных обменов не существует. Но это, на самом деле, перекликается с тем, что я говорил про единицы, наверное, разложение. Просто тут бесцветный оператор, да? Все. Они не могут обмениваться одним глюоном. Вот. То есть первый вклад пойдет с обменом двух глюонов. Вот такой. Вот я такой нарисую. Этот слетел с этой. Значит, этот с этой. Вот. Будут вклады, когда они вот тут, между собой, как там вот, значит, работают. Но такие вклады, они не дают вклад во взаимодействие. Это, грубо говоря, перенормировка, там эволюция его само по себе. Вот этого оператора. Нас интересует взаимодействие. Вот. Значит, теперь. Вот давайте рассмотрим все такие диаграммы. Вот первая диаграмма вот такая. То есть, как она выглядит? Равно. Во-первых, во всех из них будет 4 заряда, да? Ну, соответственно, и G в четвертую. Во всех из них будет два пропагатора. Два пропагатора. Феменовской калибровки пропагатор – это минусы G меню на P квадрат, да? Вот. Во всех из них G меню будет G плюс-минус. Потому что, ну, один из них плюс, второй минус, да? Вот чудесно. G плюс-минус – это единица. Так? В нашей нормировке. Соответственно, минусы дважды. Вот. Хорошо. Теперь нужно писать, что есть. Вот пишем эту диаграмму. Значит, тут будет DZ1 плюс, DZ2 плюс, DZ3 минус, DZ4 минус. И во всех из них мы интегрируем от минус бескоечность до плюс бескоечность. То есть этот гуляет по всей линии, этот гуляет по всей линии, этот и этот. Вот. Дальше, значит, что мы делаем? Мы пишем два пропагатора. Значит, два пропагатора. Пропагатор. Вот он. Значит, я могу написать D, P1, P4, P2, P4. Вот. Тут единица. P1 плюс, P1 минус. И нули мне не нужны будут. Вот. И экспоненты. Экспоненты. Значит, E в степени минус I P1 на значит, вот этот B, да, вот у него есть Z плюс. Скажем, вот он, Z1 плюс здесь есть. Соответственно, это будет P1 минус Z1 плюс 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 P2 плюс Z4 минус. Так. Вот. Минус P1 вектор Z1 4 вектор. Вот. Фурье, значит, и вторая экспонента. Ну, я... В смысле, это первый экспонент для вот этого пропагатора. Z1 минус Z4. У этого нету, соответственно, компонент минусовых, да. Вот за счет той-той функции мы их пренебрегли, да. У этого этих, соответственно, нет. Вот. Здесь, соответственно, будет то же самое, только P2 минус Z2 плюс так, только не... Так, P1 вот тут. Значит, P2 плюс Z3 минус минус P2 Z2 3. Вот. Вот, собственно, вот этот интеграл надо брать. Я пока... Тут не 4, тут больше. То есть, какие... Вот это я самую простую рассмотрел, которая на самом деле нет ограничений на вот эти, да, пределы. Так как ограничений нет, я ее просто беру, у меня получается... То есть, получается Z4 минус и в квадрате. Значит, по Z1 беру, получаю дельта-функцию, по Z2 дельта-функцию, Z3, Z4, все дельта-функции. Так? Вот. То есть, это Т-канали, обмен исключительно происходит поперечными компонентами. Так? Вот. Хорошо. Собственно, это идет еще из того, что... Ну, и канальное приближение. Ну, в самом начале. Мы говорили, что у нас P+, скажем, не меняется, когда мы проходим. Вот. Соответственно, вот эти вот четыре экспонента дают мне 2π в четвертой 4 дельта-функции. 2π в четвертой я сокращаю. Вот тут у меня есть плюсовые и минусовые компоненты. Я эти дельта-функции беру. И у меня остается интеграл dp1 dp2 вектор 2π в четвертой. Тут, соответственно, этого нет. вот остается единица на p1 квадрат p2 квадрат на на что? На экспоненту. f степени i p1 z 1,4 плюс p2 z 1,2,3 16262 minut v Рэшо, значит, вот такая экспонента теперь сука у нас таких мы можем вот это тут спарить это тут да собственно еще мы можем вот так сделать вот да сделать вот так ну и нам с точки до перестановок это будет что это будет это будет я все так буду делать соответственно это я поменял в чем там 4 на 3 да вот у меня будет есть степени и 3 2 z24 вот на самом деле что все было симметрично я могу поставить одну вторую вот и но тут у меня как бы я мог быть назвать вот это p2 это p1 да вот ну плюс там p2 на 5 и 1 2 просто хорошо это вот самые простые вклады дальше какие вклады есть есть вот такие вклады когда они два вместе так а вот здесь уже не так вот здесь чем это будет отличаться по z3 у нас ничего не будет но мы все равно ее назовем за 3 плюс который но вот здесь у нас будет скажем за 3 с минусом идет от минус качества плюс бесконечности а вот этот идет до за 3 минус вот то есть дельта функции уже не будет так вот то есть вот этот вот скажем z3 минус вот этот за 3 минус 4 минус 4 минус так вот то есть этот всегда идет до этого он до бесконечности через не перескакивать вот значит с этой стороны мы опять-таки берем получаем дельта функция вот этой нет что делать здесь на самом деле есть вот такой вклад вот такой вклад если я снова нарисую вот значит у меня есть еще вот такой вклад на то есть я их могу переставить так вот ну и чем это будет отличаться отличаться это будет тем что вот здесь я добавлю здесь плюс интеграл z3 минус до плюс бесконечности z4 минус да вот то есть когда они переставлены вот это вместе мне снова собирается интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности так и она мне дает дельта функцию я возвращаюсь вот к тому что здесь вот с одним исключением вот эти экспоненты будут другие и знак будет другой потому что вот это скажем был кварк от антикварк ну вельсинской линии сопряжем прямая сопряженная да соответственно вот тут было е в степени и же он нам давал и же при разложении вот здесь было есть степени минус и же он давал минус и же при разложении вот поэтому знак вот у этих вот членов четырех и у тех которые будут вот такие будут отличаться да за счет вот этого знака заряда вот поэтому я пишу минус есть степени и по 1 скажем вот я то же самое делаю и по потому что это вы крест вот отсюда потому что я разлагаю экспонент потому что ты и же я везде вынес и же вот она стоит соответственно одно из них будет минус и же там вот значит она будет такое же только у нас будет скажем вот p1 z13 p2 z23 вот 7 4 поставил третью то есть я ее значит отсюда сюда перенес вот ну и соответственно тут будут все возможные перестановки какие когда вот эти два на этой линии тут они ходят на этой линии тут они ходят на это и тут ходят и на этой тут хоть вот значит вот все такие будут хорошо что у нас еще остается еще у нас остается вот последний вклад вот такой когда все четыре значит рядом вот такой вклад опять-таки вот если мы вот эти вот зафиксировали смотрим только на эти да у нас есть вклад когда они так когда они так да вот он вот ровно также пишется вот как здесь этот плюс этот от минус бесконечности до чего-то и от чего-то до соответственно этой плюс бесконечности вот это вместе дает мне минус бесконечности плюс бесконечности теперь если они зафиксируют верхом также поступлю будет то же самое единственно что там пополам разделить поскольку посчитали их дважды вот но пополам я уже уделил вот и того вот такие диаграммы что мне дадут такие диаграммы не дадут во первых опять обратный знак да то есть знак такой же как у первых вот во вторых у меня будет есть степени и p1 z скажем там 13 плюс и p2 z13 плюс все такие же все не хоть и одинаково вот вот я их все написал да значит мы их складываем получаем ответ да тут ничего нет такого другое дело что есть там чуть посложнее будет вот тут ну в смысле из линий там будет некий такой вот скажем там барион на барион это будет так их более вот что мы еще забыли ты а ты а значит а ты а да вот то есть это умножить да то есть вот здесь это след т.а.т.б. это 1 2 дельта а б ну и здесь соответственно тоже 1 2 дельта а б соответственно 1 4 дельта а то есть n квадрат минус единицы на 4 g в 4 минус и в квадрате 4 вот вот эти все экспоненты надо ну их много здесь да надо написать аккуратно хорошо экспоненты самом деле есть так вот поглядеть экспоненты выглядеть будут вот так есть степени и p1 z1 минус е степени и p1 z2 а как вы думаете есть то что называется цветовая прозрачность умными словами грубо говоря вот если у вас z1 равно z2 это там схлопнется вот взаимодействие не будет так соответственно если z1 равно z2 это схлопнется в взаимодействие не будет так ну видно да что вычтется ну и со всеми остальными также вот так сказать может на верить а можно проверить но вот эти экспоненты собираются и чем это хорошо это хорошо тем что ну вот это расходимости до в нулях которые очень так плавненько сокращаются так не в нулях соответственно я фурье ну почему логарифмическая расходимость дп на п в чем вопрос нет такой я умею да за тем что у меня это только поперечный маточный элемент я все продольные значит от факторизовал вот там на самом деле будет просто логарифм вот просто логарифм да ну вот вот это было бы может быть функция макдональда ну так вот этого нету да то это логарифм вот соответственно нужно просто взять этот интеграл теперь вот вот так Так, значит, этот интеграл, ну, его по-разному можно взять, кто-то, наверное, и ответ знает, вот, но я буду так потихоньку. Значит, чтобы его взять, ну, нам нужно взять, грубо говоря, интеграл dp, dp, да, ну, там, dp в степени px на p квадрат. Понятно, что такой разойдется, да, но мы можем его регуляризовать, вот, а регуляризацию снять в ответе, да, ведь что у нас будет? Что у нас будет? Можешь массовестибюльку, да. Да, могу, в смысле, как это, путей много, да. Могу размерную регуляризацию ввести, вот, соответственно, у меня получится ddp, 2p, ну, могу для красоты написать в степени d пополам, вот. Вот, тут напишу интеграл d альфа в ряду бесконечности d в степени dpx минус альфа по квадрату. Так, так, вроде, значит, ну, вроде так, да. Да, значит, теперь dp на dp в степени d в степени d альфа. Здесь я выделяю полный квадрат. Что у меня будет? То есть у меня будет, ну, да, значит, мне будет p квадрат минус i p x плюс-минус i x на 4. Значит, я должен плюс написать, и вот тут написать. Значит, здесь альфа квадрат. Значит, здесь по этой квадрат, 4 альфа и знак сейчас правильно напишу. Значит, я вычил, соответственно, вернее, я добавил, значит, я должен вычистить, да. Вот, теперь этот интеграл у меня будет равен чему? Значит, этот интеграл у меня корень из π на альфа, ну, вернее, не корень из π на альфа, а π делить на альф в степени d пополам. Соответственно, интеграл d альфа, нуля без бесконечности, соответственно, π делить на альфа в степени d пополам. Е в степени минус 4 альфа, так, и 2π в степени d вот тут еще. Если хочется так, можно сделать так. Значит, теперь, если сделать замену альфа, значит, делить, ну, в смысле, β равно единице на альфа. У нас получится, что интеграл d β для бесконечности. Е в степени минус x квадрат на 4 β. Вот. А тут, соответственно, β в какой-то степени. Так, вот π было, значит, сократилось, осталось внизу 4π в степени d пополам. Вот, значит, теперь в какой степени будет β. Значит, это будет d пополам. Минус 2. Минус 2. Вот, это гамма-функция, да. Мы ее берем. У нас получается единица на 4π в степени d пополам. Значит, гамма. Вот. Так, ну, прежде чем гамма-функцию, ну, гамма-функцию-то я напишу. Это, соответственно, d пополам минус 1, да. Вот. И нужно вот эту вот размерность вынести, да. Соответственно, β у нас в степени d пополам минус 1. Вот. Поэтому я должен помножить на x квадрат на 4 в степени, ну, 1 минус d пополам. Это, судя по всему. Значит, я на d в степени пополам помножил. Гамма-функцию я поделил. Вот. Это ответ. Теперь, значит, если мы стремим все это, стремим все это d к 2, да, у нас получится. Сейчас, да. Значит, у нас получится единица на 4. d у меня к 2, да, стремится. Значит, тут у меня будет единица, значит, ну, вернее так. У меня будет 2 делить на d минус 2, да, плюс там гамма-эйлер или минус. Вот. Плюс 2 минус d на d минус 2 минус, да, что ли. Минус логарифм x квадрат на 4. Вот. Ну, плюс и так далее. Вот. Собственно, мне этого достаточно. То, что так будет, я мог с самого начала сказать, потому что я понимаю, что... Интеграл безразмерный, так, вот. Направления у него нет, то есть он будет зависеть от логарифма x квадрата. А все остальное это вот некие, так сказать, рюшечки. Теперь. Вот. Здесь, соответственно, что? Вот интеграл по p1. Если смотреть, то что у нас получается? У нас получается... Ну, у нас есть z1 минус z3, z2 минус z4, и вот они все вместе. Понятно, что вот это все сократится. Вот. Останется только логарифмы. Потому что... Ну, вот, они все в разности. Да? Столько плюсов, столько минусов. Вот они сократятся. И... Значит, первый экспонент у меня z1 минус z3. Вот я пишу коэффициент, я потом напишу. Вот пишу логарифм. z1, 3 в квадрате. Ну, двумерное все. z1, 3 в квадрате. Так, минус z2, 3 в квадрате. Соответственно, тут пишу z2, 3 в квадрате. Плюс z2, 4. Ну, и z1, 4. Вот. Вот такой логарифм. p2 мне то же самое дает, да? Вот просто абсолютно по строению. Я их симметризовал. Соответственно, в квадрате. Вот и общий коэффициент. Коэффициент, который был. Значит... Значит... Значит, это все уйдет. Останется n2 минус 1. В четвертый. Общий минус. Ну, общий минус. Общий минус. Ну, вот у меня еще общий минус. Так? Поэтому я его в этом смысле... Ну, вере, нет. Это в квадрате будет. Меня вот этот общий минус больше смущает. Вот. Ну, это, скорее всего... Соответственно, я знаки в экспонентах должен аккуратно расставить. Так. Делить на 4. Ну, и 2π в степени... Так. 4π в квадрате... Сейчас, сейчас. 4π на 4π... Стоп. Я тут на d брал, да? Соответственно, я их все взял. У меня осталось 4π в квадрате, соответственно. Вот. Ну, и исходные 2π в 4. Нет, я их взял. А, взял, поддом. Да. Вот. Это наши начальные условия. Вот. То есть это дипольное взаимодействие формулы. Просто, так сказать, стандартное. Вот. И что это? Какой глубокий смысл этого логарифма? Какой-то весь комфортный? Во-первых, он комфортный, да. Ну, то есть вот у нас комфортный начальный условий, потом комфортная эволюция, ну, и в главном логарифмическом приближении будет комфортный ответ в этом смысле. В смысле это не случайно, что комфортный получился? Откуда это следует? Ну, в принципе, глубоко это следует из того, чтобы эта функция появилась только в следующем приближении. Ну, в смысле, теория поля комфортная. Нет, нет, это вопрос, ты про эволюцию говоришь, а начальные условия это могло быть и не комфортно? Некомфортная ответа нет? А у нас нет масштабов, как сказать, здесь. То есть масштабов нет, только вот, ну, координаты. Вот, поэтому, ну, то есть, когда она может быть неконформным, если я тут вместо вот Z напишу какой-нибудь масштаб вот лишний. Вот. В принципе, можно взять, посчитать, ну, я, например, считал для Бариона, да, Барион на Барион. Они тоже такие комфортные все. Вот. Вот так. То есть это начальные условия. Ну, вот я только что рисовал. Нет, я видел, что ты рисуешь два. Два фотона, да. Да, по кварту сюда, а что это значит? Что, два Амезона, что ли, Россия? Или ты там говоришь? Фотона? У тебя умеют тоже типолизм. В смысле, не то, что умеют они. Ну, вот это вот диаграмма. Вот этот процесс, значит, он просто на лэпе там, дескать, наблюдался и есть данные. Ну, график вот по этим формулам, соответственно, в подобном точке, в главном логарифмическом приближении, которое я рассказываю, то есть вот это вот главное логарифмическое приближение, да? Ну, в смысле, это просто главное приближение. Тут вот G4. Это мы посчитали вот такие вот. Ну, процесс тут какой-то? Ты вакуума классов? Ну, тут где-то там электроны, которые родили два виртуальных фотона с большими Q-квадрат. Вот. И они рассеялись. Вот. Вот. И S у нас много больше Q в квадрате. Много больше лямбда в квадрате. У нас получается, что наша теория применима. И данные описываются вот такими формулами. То есть еще раз. Сечение я вот стер тут фактически. Сечение пропорционально вот этому маточному элементу. А теперь вот на всем вместе с эволюцией можно как-нибудь записать-то? Будут начальные условия. Да, можно. Чтобы вообще все написать... Сейчас. Нужно сочетать импакт-фактор. Это мы все про эволюцию говорили. Значит, мы говорим, сечение. Да? Это интеграл dR1. dR1 в квадрате. Это импакт-факторы. Я их пишу так. Значит, первая частица, вторая частица. Вот. Тут стоит дальше этот маточный элемент. Вот. Этот маточный элемент. Теперь. Мы говорим. Ну, давайте, например, будем рассматривать линейную эволюцию а-ля-б-фкл, да? То есть, не линейными членами пока пренебрежем. Сейчас. Зови, пожалуйста, вот это вот минус n, оно у тебя как будет проявляться? Пока что ты посчитал просто трейс на трейс, да? Я посчитал трейс на трейс, но оно на самом деле... Ну, хорошо, если я буду считать с минус n. То, что я посчитал, то, что я посчитал, начинается с же в четвертой. Так. Вот если я начинаю раскладывать трейс просто. Первый член трейса – это n. Так. Он этот n благополучно сократил. Так. А, то есть мы это уже учли, да? Да, мы по факту это уже учли, да? Да, это что? Да, это ничка. Вот. Он иногда он влияет, вот прям вот видно, что влияет, а вот тут он просто как не влияет. То есть, по факту ты его и считал? По факту я его и считал трейс на трейс, но я считал вклад во взаимодействие, так? Вот. А это вычитание вклада без взаимодействия, который отвечает за эволюцию вот самого по себе там одного следа. Вот. То есть здесь все хорошо. Значит, вот этот маточный элемент. Для, так сказать, скорости я вот это напишу как… Я его как-то там называл красиво. У красивое, что ли? Я не помню на самом начале. А, я его… А, хорошо, красиво не было. У1,2 буду писать. Тут В1,2 буду писать. Значит, и вот тут у меня маточный элемент стоит. У1,2 на В1,2. Вот. И вот тут, скажем, это 1, вот тут это 2 какое-то, да? И разность этих быстрот большая. Вот. Теперь мы что говорим? Мы говорим, вот скажем, давайте у1,2 вот это будем держать, а вот это будем эволюционировать, так? Соответственно, на него у нас есть уравнение эволюции. Мы о нем там много говорили. Вот такого типа, что типа D, U,1,2, F, D, это некое ядро, некий оператор, да? Вот мы его писали на U,1,2, по факту. Так, вот, ответ. Решение это уравнение мы тоже писали. Соответственно, у нас будет U,1,2, вот это 1 равно... Значит, как бы это написать? Напишу вот так. Или давайте главную асимптотику. Мы его тоже уже писали, так? Главная асимптотика была такая. U,1,2, сейчас, сейчас, лучше так, лучше это 2, вот, а тут это 1, да. Значит, вот начальное условие я ставлю на быстроте, это 1, вот на этой, да? Поставил. Теперь я говорю, вот это мое исходное U. Значит, теперь помножить на E в степени, значит, я его называл, что-то типа там альфа P минус 1, на это, на разность быстрот, это 2 минус это 1, вот. Самая грубая асимптотика, да? Вот. Это мое U от этого 2, вот. Вот, то есть, сейчас. Или U от этого 2, да? Не, не, не. Я хочу взять, скажем, вот эту, при это 1, и перевести ее в это 2. Сейчас, секунду. Сейчас, наоборот, все-таки лучше сделать. Это 2, это 1, вот так. Для линейной эволюции это наплевать, в этом смысле, ну, с точки зрения вот этого знака. Вот, то есть, я сказал, что U от этого 1, это U от этого 2, которые вот при той же быстроте, что здесь, вот, на какой-то экспоненциальной множестве. Хорошо, я это туда подставляю. Вот. Значит, я получаю, эти у меня от быстроты не зависят, фактически главным логарифмическим воздействием не зависят точно. DR1, Pse at R1, DR2, Pse at R2, значит, помножить на вот эту экспоненту, E в степени, там, минус альфа P, минус 1, это 2, 1. Вот. Помножить на вот такой маточный элемент. U, это 1, 1, 2, так, это 2. V, 1, 2, это 2. Вакуум. Вот. Этот маточный элемент я только что считал, вот он написан, да? Я считал, как это, ну, 3,4. Ну, 3,4 там, да. Ну, 3,4 напишу. Ну, тут, соответственно, R там, 3, R4, тут R1, R2. Вот. То есть, вот этот маточный элемент я знаю, вон он написан. Я его написал. Эти я вычисляю, опять-таки. Это вот эти пропагаторы. Вот этот пропагатор, вот этот, вот этот, вот этот. Это Pse1, соответственно, это Pse2. Вот. Там никаких быстрых. Вот нет, это просто фактор. Это тоже просто фактор. Вон я его знаю. Вот. Это 1, 2. Это как раз большое S. Ну, в этом смысле, минус большое S. Вот. Вот моя зависимость от S. Все это у меня будет пропорционально S на S0 в степени, соответственно, альфа P минус 1. Коэффициент при вот этом члене. Это вот это. И вот это вот свернутое, вот проинтегрируемое. Вот. Все. Как бы вот ответ для полного сечения. Да. И как бы это сделано было, вот, сделано было не только так, но и в следующем приближении. Что такое следующее приближение? Это когда, вот здесь мы сосчитали только вот две Вельсона, два глионный обмен, да, фактически. Ну, уберете еще один глион, и по-всякому его сюда цепляете. Соответственно, вот тут будет G в четвертой, плюс G в шестой начета. То есть ты сейчас говоришь про линейный уровень? Я говорю про линейный уровень. Вот плюс, соответственно, это будет поправка вот к этому маточному элементу. Импакт-факторы, опять-таки, к ним тоже можно вот такие поправки считать. И вот это вот уравнение само эволюция, его тоже можно с поправкой посчитать. Мы там считали через ударную волну там один глион прошел, помните? Ну, а можно два пропустить. Вот будет следующая поправка. Вот. И если вот это с поправкой, это с поправкой, это, соответственно, будет с поправкой, и это с поправкой. И вот ответ. Нет, такое сечение посчитано. Оно, кстати, не так давно. Полностью посчитано где-то к году, эдак, может быть, в 13-м. Вот. Для БФК или, да. Ну, то есть все было по отдельности, на самом деле. Поправка вот к этому посчитана ну уже так в 2006-м, там, в 2005. Поправка вот к этому посчитана в 2007-й, где-нибудь 2008-й. ну, где-то там. А поправка вот к этому, это посчитано уже где-то в 12-м году, что ли. Ну, лишь по факту и по факту самый сложный оказался. Да, и то, там есть какие-то споры, что, дескать, вот там что-то. Вот. В смысле, поправка к нему. Вот. А так, вот так они все считаются. Вот, ну, все сечения в этом вот формализме, вот, по крайней мере, полные сечения, да, считаются так. Вот это эволюция, мы о ней говорили, она может считаться следующим, там, еще каких-то приближениях. Вот это начальное условие для эволюции, опять-таки, вон оно просто. Мы его на доске посчитали главный, следующий, но он тоже считается. Вот. Импакт-факторы, это как проходят вот кварки, там всякие через ударную волну, они для каждого процесса свои, они отдельно считаются. Вот. И энергетическая зависимость вот такая. Теперь, что говорится дальше. А вот это, если линейное уравнение, так. Если уравнение не линейное, то вот это вот будет меняться. Вот. Вот эти-то, в принципе, меняться не будут. Они не зависят от того, как там вот этот маточный элемент себя ведет. То есть, импакт-факторы мы также считаем. А вот, как бы, решение уравнения, особенно если это не пертурбативный объектив, там, протон, то очень часто вот здесь просто ставят некую модель для протона. Вот. И этих моделей там всего-то там раз-два, я обчелся, я о них, как бы, скажу конкретно. Вот это такая модель, это такая модель, это такая. Вот. Сейчас, еще раз. Модель, она у нас не в этой экспоненте, экспонент от разрешения? Нет, для всего вот этого. На самом деле, если это протон, то даже для всего вот этого модель. То есть, для начального условия? Да, потому что вот мы эволюционируем как бы в протон, там вот, там вот как бы с протоном это не посчитать, поэтому или нужно брать начальное условие на протоне, а потом его эволюционировать, или брать уже сразу модель, которая содержит эволюцию. Вот. Ну и то, и то, в общем, есть. Другое дело, что когда уровни становятся нелинейным, то вот здесь я говорил, мне, собственно, все равно, какой из них вот эволюционировать, какой держать. Могу оба в середину от эволюционирования, да? По быстроте. Когда уровни становятся нелинейным, у нас это уже нельзя делать, потому что мы не знаем, как, то есть это необратимый процедур. Потому что если мы, скажем, решаем уравнение итерациями, наше уравнение такого типа вот, вот такого типа, плюс там К2 на УУ, да? Альфа тут стоит С, и Альфа тут стоит С. Один раз шажок по быстроте сделали, у нас У перешло в У с каким-то коэффициентом и в 2У. То есть у нас число У реально плодится. И если мы вот так итерациями решаем, то с конечной частицей мы должны не один диполь вот так вот спаривать с начальными условиями, чтобы получить. А уже сколько-то их там, вот сколько их там на этой быстроте. Вот если мы решаем итерациями. Поэтому и говорится, что вот уравнение а-ля Балетского-Ковчегова, ну и вот вся иерархия Балетского, она суммирует то, что называется, веерные диаграммы. Вот такие. То есть когда из одного У получается 2У, из двух там 3 и так далее, и так далее. А на самом деле, если мы с той стороны начнем, то у нас с той стороны также плодится начнет. И то есть она плодит У, но не уменьшает их. То есть это вот не инвариантность относительно в направлении эволюции. Ответа будет как-то от этого зависит? Ответа делается так. Вот в линейном режиме все как бы считается. В нелинейном режиме мы говорим, а вот давайте мы будем рассматривать только такие вещи, которые называются, то есть которые, как вот, например, фотон на протоне. Вот. Фотон плодит эволюцию, и она вся в протон. Мы все равно не знаем, что там в протоне. Мы от нее будем использовать модель. А, протон все какими-то моделями съедает. Он съедает, да. То есть, скажем, ядро на ядро полностью посчитать люди не умеют. Потому что ну, тут нужно и оттуда, и оттуда ввести большой каскад. Вот. Пока. Вот. Ну, вот так. Сколько времени осталось? Ну, давайте закончим лучше. Если вопрос, спрашивайте. Вот. Ну, вот это понятно, вот, как сказать, основная формула. Не, ну, основная твоя концепция, она понятна, единство, как говорил. Да. Полное сечение, это, конечно, не самый шик. Ну, вот не полное сечение, можно ли? Можно ли? Эксклюзивные. Причем, вот я просто сейчас считаю. Понимаешь, самое прикольное, что ты, вот, говоришь, вот сигма пропорционально, вот это ES, а вот этот коэффициент вообще-то не сильно даже интересен. Вот этот? Ну, все весь, вот этот. То есть, вот этот тебе интересно. Да, вот этот интерес, все остальное можно вообще было и не рассказывать. Ну, можно. Нет, так я вот прошлые два занятия рассказывал, что на самом деле не всегда ES, оно там меняется. Да, да, да. Это вот интересная часть, а коэффициент, вот это все. Так я вот этот коэффициент фактически рассказываю, потому что меня просили сечение, давай, сечение. Нет, нет, вот сечение, это вот. Хорошо, а для инклюзивных процессов, эксклюзивных процессов? Что меняется? Что меняется? Значит, эксклюзивный процесс, ну, то дифракционный процесс получится. Это будет вот что. Значит, это будет вот что. Вот это я, так, ну, зря стек, да? Вот эта штука, вот которую мы рисовали, это амплитуда, вот, мнимая часть амплитуды, фактически, да? Вот. В ней, соответственно, вот этот вот, вот этот вот маточный элемент, он встречается один раз. Он встречается один раз. Значит, вот это пропорционный диполит, пропорционный диполит, все. Теперь, если мы говорим, и это инклюзив, то есть вот тут вот рождается в середине любое число частиц. Вот. Теперь эксклюзив. Мы говорим, вот тот же фотон летел, родил там кварк-антикварк. Значит, а протон летел и вот дальше полетел. Вот такой процесс. И ничего больше не случилось. Например, опять-таки, вот тут какой-то там глюонный обмен. Эксклюзивное сечение. Оно дифракционное. Ну, если мы, конечно, этот очень сильно не загибаем куда-нибудь, ну, в смысле, если мы говорим, что характерный поперечный импульс вот этого, он много меньше, чем там S, да, наш. То есть они летят, ну, вот достаточно так. Вот. Это тогда будет дифракционный процесс. В Т-канале обмен цветовыми числами, значит, вакуума. Цвет не передается. Вот. Это у нас померон тот же самый. Тот же самый, что и здесь. Вот. Единственное только, что у этой амплитуды, вот у этой, ну, начальное состояние, конечное, вот разное. Там они одинаковые просто. Все. Теперь мы говорим, вот. Ну, давайте ее писать. Вот так же, как мы вот тут только что написали, да. Ну, есть мы говорим, амплитуда пропорционально там буду писать, да. Вот тут такой же импакт-фактор. Это, значит, вот такой импакт-фактор. То есть, вот эта половинка его, она такая же, как здесь, так. А вот эта половинка его, это на самом деле, ну, вот что-то там. Я ее явно просто напишу там, здесь в следующий раз, но это просто Пси, ну, в конечном состоянии. Если я вот, ну, Пси от П1, ну, и Пси с чертой от П2. То есть, это вот некие волновые функции, просто как из правил Феймана. Вот они пришли. То есть, вот это последняя вершина взаимодействия вот тут. А это просто концы. Вот. Теперь, протон, он, ну, или внизу, если я вот тут протон бы нарисовал, да? Вот. Протон, он, ну, до него какой-то импакт-фактор, но, так как он у нас как был, так и остался, он просто повернулся. Этот импакт-фактор, он фактически такой же, там, как здесь, модель-то. Только Т, в зависимости от Т, значит, добавилось. Теперь, это амплитуда. Нам хочется сечения. Мы ее должны в квадрат возводить. Когда мы его будем возводить в квадрат, что будет происходить? Вот амплитуда, опять-таки, как она пишется, это импакт-фактор, модуль Пси, там, от Р в квадрате, это Р расстояние, помножить на, значит, отсюда будет У1, отсюда У2. У1, У2 крест. Р1, Р2. У2 крест. Тут я напишу ИЖ. Вот это, скажем, ИТ и кварк, ЖИТ и кварк по цвету. Так? Вот они стоят. На самом деле, чтобы, я должен вычесть минус, там, Дельта и Ж. Член без взаимодействия. Хорошо. Это моя амплитуда, этому пропорционально. Это у меня все в обхватках протона, там. Вот. Взвожу в квадрат. Так, в амплитуде нету. Просто вот эта половинка. Взвожу в квадрат, что я получаю? Сечение, опять-таки, с точностью-докиматических множеств, каких-то там, пропорционально будет. Интеграл ДР модуль ПСИ R1, R2 в квадрате. Даже не так. помножить. Вот. Помножить на где будет U1, U2 крест, минус дельта, минус 1, и G на U1 штрих, U2 штрих, крест, минус 1, ну, G и тогда. G и. Вот. Как-то так. Там будет. Я так напишу. И тут тогда будет R1, R2 R1, R2 штрих. Вот так. Так. И тут сопряжение, поэтому крест уже будет вот тут. Вот. В сопряжении порядок меняется, матрица. Да, 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 да. Что тут? Ну, вообще-то, я индексы поменял. если... Вот я и сопряг комплексно. Вот. Вот. Короче говоря, вот выражение будет вот примерно такое. Оно, о чем нам говорит? Вот. по-хорошему. По-хорошему. Вот тут еще у нас ПП. ПП суммировал. Нет. Вот тут две постановки задачи. Первая постановка задачи. Я вот протон ловлю. Так. Вот я его ловлю, поэтому я ничего не суммирую. Вот это просто вот протон и все. Так. Тогда вот у меня отдельный маточный элемент, вот у меня второй маточный элемент. И все. Они друг на друг поумножаются. Соответственно, вот этот маточный элемент, я его там беру из модели или как-то там считаю. Волновая функция у меня та же, что и тут. Тут она там в квадрате была. Этот маточный элемент также и в помощи уравнения? Да, да, да. Вот он. Вот он просто. Я его также с помощью уравнения нахожу. Или из модели, или... Вот. Один такой, помножить на второй такой. Так. Вот. То есть у меня получится реально, что эксклюзивные процессы, вот такие дифракционные, они у меня будут пропорциональны квадрату вот этого маточного элемента. Ну, от у. От моего вот. От у. Вот. То есть если полное сечение пропорционально первой степени, то эти квадраты. Вот. Теперь. А если я скажу, ну, во-первых, вот это, это вклад в полное сечение. Вот тут оно есть. Так. Вот это там есть. Тут все есть. Поэтому это тоже там есть. Вот. Теперь. А если я, скажем, по протону буду суммировать по всем там состояниям, что вот тут у меня и расщепиться, может, еще чего-то, еще чего-то. Вот тут просуммирую. Да? то тогда у меня вот тут эффективно будет единица. Вот. И когда я напишу дельта-функцию соответствующую, ну, то есть я вот, вот что я делаю по факту. Да? Вот так я делаю. Вот тут у меня сопряженная амплитуда. Вот. Я ее помножаю и начинаю. Я могу вот это держать и могу по нему посуммировать. То есть я держу, у меня будет тут квадрат просто. Так? Если я по нему буду суммировать, то у меня оно заинтегрируется и даст мне. Тут будет дельта-функция, ну, потому что это, значит, из каждого из... Сейчас. Хорошо. Если я посуммирую, опять-таки... Не-не-не. Тут в одном случае будет трейс на трейс. Еще раз говорю. Если я протон держу, так, у меня вот тут вот протон. Протон – это проектор бесцветный. Поэтому это дельта-и-жи. Оп! Все, след. И тут след. Трейс на трейс. Если я допускаю обмены не бесцветные, так, вот тут, вот, то у меня, если я по ним по всем суммирую, это единица, это не проектор, это сумма всех проекторов. И они у меня схлапываются. Если я на это помножу, то я получу один след, вот как и раньше. Потому что, ну, грубо говоря, у1 на у1 крест в единицу, у2 крест на у2 в единицу, там, и в итоге выживет только один след. Извините. Вот. Это подробно можно сделать. Вот. То есть, еще раз говорю, дифракционные процессы отличаются тем, что вот такой массажный момент стоит в квадрате. В принципе, всю эту эволюцию для таких операторов не скажем, для кого-то что-то. Эволюция та же самая, единственное что. Там был трейс, для него вообще. Нет, нет, я же писал вам с самого начала эволюцию. Значит, я писал эволюцию для всех у с открытыми индексами. То есть, собрать из УС открытыми индексами вот любой из этих операторов можно. Будет уравнение, просто посложнее, и все. Вот. Здесь проблемы какие, на самом деле, вот с этой эволюцией, вот такого типа. Вот я скажем, в главном порядке вот оно, все вот так делается, все. А в следующем порядке начинается вопрос. Ну, это технические вопросы, как там разделять вклад между факторами эволюции. Вот такого типа вопроса. Вот. Типа того, что если мы излучили еще лишний глюон вот откуда-то, что вообще говоря, будет расходимость инфракрасная. Вот. Ее нужно вычитать. А эта расходимость, она как бы в уравнении ее нет, потому что глюон в конечном состоянии. То есть, вот такого рода сечения они уже будут зависеть явно на обрезание по быстроте по вот этому глюону. Потому что они будут все... Ну, тут расходимость до омега на омега вот для этого глюона. И вот где вы его обрежете? То есть, наблюдаемое сечение будет зависеть от явной постановки вот обрезания в быстроте на глюон. Ну, вот так. Об этом опять-таки можно поговорить, но это вот такая непростая тема. Вот. вопросы еще. То есть, принципиальный ничем. Вот такая тема заметно интереснее. Вот такая? Вот я ее в данный момент просто считаю. Вот сижу дома. Считаю. по горяченькому пойдет. ради бога. Мне это легче всего рассказать, потому что я это помню. Нет, просто в чем, что если я правильно понял, это же типа такого, как ты отличаешь там условно при сечении в две струны, а в сечение в три? Не, а это на самом деле струйный алгоритм. Ну, алгоритм можно поставить в два струи. Но я говорю, в реальность, вот в реальность. Я не умиряю это сечение. Нет, это уже относится не к этому скорее, а к струям. Об этом я просто на КХД. Вот, два, две, три струи, как разделить, я их просто рассказываю на КХД. Приглашаю. Кстати, по вашим заявкам где-то там рассказывают. Вот, в разных алгоритрах. Ты приглашай, как-то получше. Конкретно там, рассылай флайер, раскидывай, не знаю, там, письма пиши. Вот, в этот вторник у меня будет тема такая. Хорошо, когда будут струи, я тебя позову. Ну, может, у тебя там что еще интересное? У меня все интересно. Я не интересно не рассказываю. Все тогда.